Практика личных приемов руководителя районной администрации показывает, чем меньше жителей записались, тем лучше работает местная власть. Значит, способны решить вопросы без участия вышестоящего руководства. В сельском поселении Гребневское на прием записались 6 человек, при этом большинство вопросов носили общественный характер. Жители деревни Старая Словода пришли с проблемой качества питьевой воды. Много десятилетий из скважины поступает вода со значительным превышением содержания железа. Выход есть, рядом проходит нитка восточной системы водоснабжения. Но для подведения хорошей воды к домам необходимо выполнить ряд инженерно-технических мероприятий. Алексей Валов поручил руководству межрайонного Щелковского водоканала разработать схему подключения к восточной системе, которую сам пообещал согласовать в Министерстве ЖКХ. Срочно давай разрабатывать схему подключения к ВСВ. Я сам поеду к Хромушину и утвержу ее. Это надо сделать срочно в течение следующей недели, чтобы я через неделю поехал, чтобы мы воткнулись в программу и подключились к ВСВ. Потому что я говорю, мне уже неудобно перед жителями обещаниями их кормить. В деревне Гребнево пять жилых домов, признанных аварийными. Расселение ждут 39 семей. Рядом возводятся новостройки компании «Грант». Жители пришли удостовериться, что все идет по плану и их светлое будущее в новых квартирах не за горами. Работа администрации была проведена. Мы всех жителей, которые должны будут расселены из аварийного фонда, опросили, со всеми переговорили. Все пожелания, то, что сказал инвестор, вот как это нужно сделать, мы все это выполнили и все отдали в ООО «Грант». Они составили новую квартиру «Гранту» с пожеланиями уже, но пока мы ее не видели. Мы сейчас еще раз проведем встречу с «Грантом», спросим, почему он этот документ не представил нам для согласования. И после этого, через месяц где-то, ждите опубликования, годите время. Или ходите, я приеду. Сразу несколько человек обратились по поводу автобусного сообщения. 23 маршрут когда-то был единственным, связывающим населенные пункты Гребневского поселения с Фрязиным и Щелковым. Автобус ходил часто, а сейчас жители жалуются на большие дневные перерывы, днем до 4 часов, редкие остановки, просят увеличить время работы маршрута. 944-1 автобус, 23-й, обратно... Это Гафонов у нас или... Алексей Валов пояснил, что это социальный рейс, перевозчик при составлении расписания исходит из рентабельности, но обещал помочь. Уточнил также, что транспортные вопросы нужно решать с учетом требований безопасности дорожного движения. Ира Эдбин, мы обязательно напишем министру транспорта и настоятельно попросим его увеличить количество рейсов в дневное время. По поводу остановки мы уже выезжали и смотрели, приняли комиссионное решение, что это невозможно, там уклон. Предприниматель Андрей Куимов, владелец магазина в деревне Богослова, хочет увеличить торговые площади и попросил разрешение на расширение земельного участка. И этот вопрос тоже из разряда решаемых. Схемы нестандартных объектов мы его включили, да? Да. Теперь он собрался расширяться. Ему сейчас надо сделать что? Проект своего будущего торгового объекта. Это типового. Соответствующим дизайном типовым, который сейчас принят. И мы вам подпишем расширяться. Сделайте? Конечно. Все, вперед, трудитесь. Подводя итоги приема в Гребневском поселении, Алексей Валов с удовлетворением отметил, что практически все обращения найдут решение. Районные власти и администрации поселения работают единой командой. Мы работаем с Мариной Александровной. Вот сейчас все, что мы ей сказали, она берет на карандаш, на контроль. А потом уже начинаем работать и с правительством, и с нашей администрацией для того, чтобы, безусловно, помочь каждому. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...